если путин демонстрирует что он перестраивает экономику на военные рельсы очевидно что на какое-то перемирие в ближайшее время в какое-то прекращение боевых действий на территории украины сам Путин кажется не верит ну слушайте это было очевидно по крайней мере 23 марта этого года когда Путин взял и подписал поправки в уголовный кодекс уголовно-процессуальный кодекс поправки про то что даже не про заключенных а про любых людей которых подозревают в совершении любых преступлений любых кроме терроризма экстремизма вот это вот фейки про армию остальное пожалуйста и тут же если они соглашаются ехать на войну то ни на какого сезон никакой тюрьмы никакого следствия ничего условно освобождение на войну это в кодекс внесено два кодекса совершенно очевидно что не собирается прекращать воевать вообще не собирается прекращать воевать вообще-то ситуацию вот по крайней мере до белоусова до белоусова как бы ну можно было наблюдать и считать что пока все в русле того что было а сейчас мне кажется вот такой вот конец циквенного латы мне еще интересно шойгу его переназначение в совет безопасности мы понимаем что ранее туда был сослан фактически дмитрий медведев кажется который попал в опалу и который вот сейчас своими оригинальными постами в социальных сетях пытается по всей видимости какие-то грешки свои замолить совбез это новый вот дом престарелых наподобие того ким раньше был софет ну вообще безопасность всегда был отстойником туда сплавляли генерала лебедя туда сплавляли березовского свое время туда сплавляют вообще все кто всех кто как-то глаза мозолит и надо как-то куда-то деть патрушев любимец путина но патрушев мне кажется все равно какое место занимать он может и просто быть патрушевым путина и ему пофигу какая он же там не за зарплатой сидит как вы считаете за что шойгу так обошлись проворовался или это битва кланов или путин устраивает ротацию просто для того чтобы опять всех удивить и как-то ну сейчас сам бес уже не кажется таким бессмысленным как казался раньше мне кажется время от времени всплывает время от времени всплывает а за что шойгу ну конечно не за воровство за воровство тут никого же не особо-то не трогают нет я думаю что прежде всего за бездарность все-таки одно дело когда ты бездарный министр мирный бездарный губернатор это вообще можно скрыть или ты бездарный министр чрезвычайных ситуаций где он в общем в основном то он был собственно был одарен в пиаре больше нигде а тут не получается тут война и шойгу герасимов где патроны собственно из-за в том числе из-за шойгу чё и говорить вспыхал конфликт с пригожиным ну там все стороны виноваты но например то что россия получила 50 тысяч заключенных на свободе после войны это собственно заслуга в том числе и шойгу он не договорился с пригожиным не было такого в планах чтобы 50 тысяч отпустить на свободу тем не менее не оказались они должны были все остаться на фронте из-за того что поссорился шойгу с пригожиным так все и оказалось да еще и вон и имели мятеж то есть сам не смог разобраться сам не смог договориться ну что за три дуга посмотрим посмотрим еще куда действительно вы конечно красиво сказали что патрушев он может быть просто патрушевом при при путине но любопытно все равно куда его ну какую-то должность наверное ему дадут я думаю мы узнаем сегодня завтра мы узнаем сегодня завтра и мне кажется что это не будет так удивительно как с министерством обороны и так далее вот не будет так сюрпризно ну будет что-нибудь какая-то какая-то такая снегкура ну ему правда ему правда неважно он патрушев а тем более теперь сын его занимает отец специального преемника да 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 плохая должность да вообще новая элита подбирается дети ближайших друзей путина все вчера с леонидом гозманом смеяли что в правительстве можно будет уже семейное древо просто строить там а 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